Это игровой ноутбук Masha Nike L15 Pro Star, о достоинствах и недостатках которого в играх и в работе мы поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее. Коротко о бренде. Основан в 2014 году, Masha Nike одна из торговых марок крупного китайского производителя бытовой техники и электроники Hire. Специализируется на игровых ноутбуках и компьютерах, мониторах и компьютерной периферии. С декабря 2023 года бренд официально пришел в Россию. Обеспечивается полная техническая и сервисная поддержка. По техническим характеристикам обозреваемого. На борту стоит 10 нм Intel Core i5-13500H. Представитель мобильных процессоров 13 поколения поступил в продажу в начале 2023 года. У него 4 производительных ядра и 8 энергоэффективных. Может обрабатывать до 16 потоков одновременно. Рабочая частота варьируется от 2,6 до 4,7 ГГц у производительных ядер и от 1,9 до 3,5 ГГц у энергоэффективных. Теплопакет 45 Ватт при краткосрочных нагрузках до 95 Ватт. В процессор интегрировано видеоядро Iris Xe Graphics для базовых задач. За графику отвечает мобильная Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти стандарта JDDR6. Тактовая частота 1830 МГц с ускорением до 2175 МГц. Так как ноутбук заточен под гейминг, с него и начнем. Начнем с мультиплеера. PUBG. В нативном FullHD разрешении на ультра настройках графики с активированным DirectX 12 размытием движения и вертикальной синхронизацией в лобби FPS варьируется от 80 до 100 кадров. При высадке и в игре в зависимости от локации в среднем 100-120 кадров в секунду, при быстрой езде на транспорте просадка до 90 кадров. Максимальная температура процессора 103 градуса. Графики 82 градуса. Самая горячая часть расположилась между пробелом и стрелками, а не под кистями рук, а поэтому играть комфортно. Cyberpunk 2077 на максимально возможных настройках графики с трассировкой лучей и с технологией рендеринга кадров DLSS 3.0 но без вертикальной синхронизации во встроенном тесте в среднем выдал 29 кадров. Максимальный FPS 41, минимальный 13. В самой игре FPS колебался от 40 до 80 кадров в малозагруженных локациях и опускался до 30 кадров в местах вроде рынка, где очень много NPC. В среднем в тяжелых проектах температура колеблется в диапазоне от 90 до 100 градусов. Кратковременно в пике максимальная температура может достигать 105 градусов, графики 85 градусов. В Хогвартс Легаси на ультра настройках и страссировка лучей получил средние 60 кадров с редкими просадками в сложных моментах или катсценах до 50 кадров, более чем играбельно. Разве что во всех играх система охлаждения работает на полную катушку. Комфортно играть только в наушниках. Максимальный уровень шума в районе 53 дБ. Ну и на закуску тест, который может провести каждый на своем компьютере и проверить его производительность относительно обозреваемого. Скачивайте в Epic Games Launcher движок Unreal Engine 5 и демо проект MetaHumans. После запуска необходимо сделать кое-какие настройки, которые описаны в документе прикрепленному к данному видео. В профайлере можно посмотреть средний фпс, тут он почти 51 и это отличный показатель. Для тех кто хочет сравнить производительность своего компьютера с машинайк L15 Pro Star прикрепляю результаты синтетических тестов. Geekbench 6 измеряет мощность процессора в одноядерном и многоядерном режимах в реальных задачах, начиная от проверки почты и заканчивая дополненной реальностью и машинным обучением. В тесте на одноядро ноутбук набрал 2306 очков, в мультикор 10707 очков. Также в Geekbench 6 можно измерить как игровой потенциал графики, так и способность редактировать видео. Задействуется большое количество библиотек. В тесте OpenCL машинайк L15 Pro Star набрал 96497 очков. В Cinebench R23 просчитываются фотореалистичные трехмерные сцены, которые содержат большое количество высокополигональных объектов. В тесте на одноядро ноутбук набрал 1715 очков, в мультикор 13790 очков. Еще отрендерим сцену БТР в тесте Corona 1.3. Чем меньше уходит времени на рендер, тем лучше. Задействуется процессорная часть. Тест завершился за 1 минуту 44 секунды. Что внутри? Отмечу, что разборка простая и вероятности сломать фиксаторы нет. Система охлаждения развита. Совокупно процессор и графика охлаждаются пятью медными трубками, отводящими тепло на 4 радиатора с двумя крупными вентиляторами. Воздух отбирается снизу и отводится в бок и тыльную часть ноутбука. Две планки по 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 3200 МГц установлены в двух слотах SO-DIMM. Объем оперативки можно увеличить до 64 ГБ. У нас установлен SSD на 512 ГБ, скорость чтения и записи на экране. Есть свободный слот M.2 для SSD, а вот под HDD места не нашлось. Беспроводной модуль связи также в слоте M.2. L-образный литий полимерный аккумулятор имеет емкость 3410 мАч или 54 Ватт-часов. Работал в Google документах, скачивал файлы, устанавливал игрушки и прослушивал музыку при 70% яркости с автоматическими настройками питания, у меня ноутбук разрядился за 1 час 45 минут. Из опыта для игрового ноутбука это среднестатистический показатель. Заметил, что при остатке в 7% яркость дисплея не регулируется и устанавливается на минимум. При просмотре кино через интернет при 70% яркости и 70% громкости ноутбук проработает около 3 часов, если вы играете в игры менее 1 часа, при этом если ноутбук не подключен к розетке, то его производительность падает. L15 Pro Star относится к дизайну старой геймерской школы ноутбуков. Рубленные грани, подсветка логотипа и еще некоторых элементов крышки, рисованные полоски на корпусе, индикатор работы, геймерский шрифт клавиатуры. Крышка ноутбука металлическая, но при нажатии продавливается. Все остальное неплохой по качеству пластик. Открывать крышку лучше за середину, иначе изгибается. Для этого есть специальный пластиковый язычок. Угол открытия стандартный, около 135 градусов. Правда при работе на коленках хотелось бы чуть-чуть больше. Петли тугие, держит хорошо. Высота по толстой части вместе с прорезиненными ножками около 3 сантиметров. Вес ноутбука чуть больше 2 килограмм 2060 грамм, а с зарядным 2680 грамм. Дисплей имеет неравномерные рамки средней толщины. Сама матрица IPS на 15,6 дюймов с разрешением Full HD. Яркость небольшая 250 нит. Плотность пикселей получается невысокая и в то же время стандартная для геймерских ноутбуков 141 ppi. Частота обновления 144 герца, что для игр идеально. Углы обзоров хорошие, разве что яркость при отклонении дисплея незначительно падает. Воздушной прослойки нет. Поверхность матовая. Если выкрутить яркость на максимум, то неравномерности подсветки нет, но разве что совсем чуть-чуть в нижней части дисплея. Но при просмотре кино даже в темных сценах этого не видно. Цветовой охват небольшой, 45% NTSC, это означает что если вы монтажер, то покрасить на этом ноутбуке не получится. Клавиатура полноразмерная, с цифровым блоком. При наборе или гейминге продавливается незначительно. Ход клавиш приятный, набор тихий. Шрифт только на любителя. Геймерский в общем. В фирменной утилите можно выбрать один из 14 цветов. Есть 4 степени регулировки яркости и таймер отключения подсветки. Авторегулировки яркости нет. На практике только не хватает дактилоскопического сенсора для распознавания пальца и быстрого входа в систему без пароля. Запускается компьютер по длительному нажатию кнопки питания. Случайные нажатия исключены. Еще выход из режима сна хотелось бы побыстрее. В среднем он занимает около 7 секунд, что долго. Небольшой по габаритам тачпад смещен влево. Имитирует нажатие левым кликом в любом месте. Кроме полосы шириной в 1 см от верхней части. Поддерживает свайпы и мультитач жесты, что очень удобно. В общем просто ноутбучный тачпад. Ничего выдающегося, работать можно. По интерфейсам. На левой грани два USB-A, один 3.2 Gen1, второй 2.0. Два мини джека для наушников и микрофона. На правой RJ45, USB-C 3.2 Gen2 и слот для microSD карт. В тыльной части USB-C 3.2, HDMI, мини дисплей порт 1.4 и разъем питания DC-in. К сожалению заряжать ноутбук через USB-C интерфейс нельзя, хотя это очень полезная опция. Полноценного SD-карт-ридера нет. Из беспроводных интерфейсов Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. По бокам установлено два динамика. Звук направлен в бок и в стол для отражения. С такими динамиками когда смотришь фильмы на кровати весь звук практически уходит в матрас. Громкость хорошая, качество звука среднее, низов то есть басов практически нет. HD вебка простенькая на 0.92 мегапикселя записывает видео в 720p. Качество звука записываемо на встроенные микрофоны вы можете слышать прямо сейчас. Не хватает шторки для того чтобы закрывать вебку тогда когда вы ей не пользуетесь, но есть световой индикатор работы веб камеры. Ноутбук обойдется в 94 999 российских рублей, но идет без операционной системы. Машинайк L15 Pro Start с функцией игровой ноутбук справляется считаю что на отлично, потому что топовые игрушки идут либо на максимальных либо на около максимальных настройках. Что вы думаете по этому поводу обязательно пишите в комментарии к этому видеоролику, будет интересно посчитать. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok